Почему необходимо сдавать использованные батарейки? В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки информируют о том, что нужно знать для усыновления ребенка. Усыновить можно только несовершеннолетних детей, учитывая их интересы и обеспечив им полноценное физическое, духовное и нравственное развитие. Разница в возрасте между усыновителем и человеком, не состоящим в браке, должна быть не менее 16 лет. Кроме того, для усыновления ребенка необходимо заключение органов опеки и попечительства. Прием граждан по вопросу подбора и усыновления детей ведется по адресу улицы Куйбышева, 44. Для получения более подробной консультации и записи на прием можно обратиться по телефону 333-64-96. Как получить лечение в частных клиниках по полюсу ОМС, рассказывают в телеграм-канале Красноглинского района. И напоминают, частные клиники могут присоединяться к системе ОМС и принимать пациентов по полюсу бесплатно. Например, по ОМС в медцентре можно сделать МРТ, брать анализы, ставить прививки, консультироваться на приеме. Пациент ничего не заплатит, а клиника получит деньги с фонда ОМС. Но это не означает, что человек может прийти в любую клинику и вылечить зубы или сделать УЗИ бесплатно. Узнать список услуг можно на сайте конкретной клиники, на стенде для клиентов или по телефону. Стартовал прием заявок на второй поток программы поддержки самозанятых «Бизнес-наставник», говорится в телеграм-канале Октябрьского района. Программа «Бизнес-наставник» – это возможность для самозанятых получить адресную помощь экспертов и успешных предпринимателей и повысить эффективность своих бизнес-проектов. Программа включает в себя три тематических блока – составление индивидуального плана развития, финансы и продажи, маркетинговая стратегия. Проработка каждого из направлений продлится четыре недели. Занятия с наставниками будут проходить онлайн. Узнать подробности состав команды наставников и подать заявку на участие можно по опубликованной в телеграм-канале ссылке. Программа «Бизнес-наставник»